Дима, вы вернулись сейчас из Рио-де-Жанейро, где идет Олимпиада. Вы были выбраны факелоносцем в этом году. Первое впечатление, когда вы приземлились туда, попали в аэропорт, проходили контроль. Какие ощущения были? Вы знаете, сразу видно по тому, как ты прилетаешь и как у тебя пропускная система срабатывает. То есть, если на паспортном контроле, на границе в аэропорту, то это абсолютно свободный проход. И даже была определенная линия, специальная выделенка для того, чтобы люди, приехавшие на Олимпиаду, по ней шли легче. Без очередей, без каких-то там препонов. И когда мы шли общим потоком, нас даже выделили, хотя у нас не было ни бейджов, ничего. Ну, может быть, по лицам видно, что русские прилетели, россияне. И вытащили нас из толпы, так сказать. И даже провели буквально без досмотров, без пересмотров каких-то. Гораздо было сложнее прилететь в Россию назад. Потому что проверяли, я видел несколько человек. Я спрашиваю, а почему? Говорят, ну, очень край, говорит, загадочный. Оттуда приезжают с разными, да, какими-то приключениями люди. И привозят иногда приключения с собой. Единственная контрабанда, которая была в моей жизни из Рио-де-Жанейро, это гуаява. Это фрукт, который, в принципе, тоже вывозить особо нельзя. Но я вывез его без препонов. Сколько? Да, пару-тройку штук. Какова криминальная обстановка? Что там вообще происходит? Ну, я такого давно, на самом деле, не видел. Потому что весь, скажем, вся известнейшая Капа-Кабана-набережная, да, Кабана. Она была усыпана каждые 100 метров людьми с автоматами. Да, и когда я бежал по протяженности 12 километров по этому пляжу, вот, чувствовал себя в безопасности полнейшей. Я могу сказать, что меня в Индии частенько обкрадывали, да, причем из сейфа. Вот, и если что не так лежало, то это, естественно, оказывалось уже не твоим. В этот раз, ну, у меня были, у меня есть такие опасения, но я все-таки вожу с собой какие-то ноутбуки, музыку, да, то есть для меня это ценно. Вот, и как бы никого не оскорбляя, естественно, я просто как бы береженого Бог бережен, да. Вот, и, значит, никакие острые углы я им не оставлял. Друзья, давайте не будем думать о том, что мы как будто бы где-то что-то каким-то образом оплошали. На самом деле, перестановки какие-то вот просто мирового какого-то характера происходят. Ну, я бы не стал говорить о том, что вот к России прям буквально относятся плохо именно поэтому. Ну, это какое-то все-таки, мне кажется, это чистолюбие в нас говорит. В стриптиз-клуб заехали один раз, да. Что же там было? Ну, весело, но мы на 15 минут заехали, вот, я просто помню, был момент в Аргентине, вот, и в Латинской тоже Америке, в Панаме. Такая была традиция, заехать в стриптиз-клуб. Ну, и как бразильские стриптизерши? Ну, очень неистовые, пристают жестоко. То есть, к тебе приставают? Да, если вы хотите испытать ощущение, что вы незаменимый человек, и вам просто хочется очень много внимания, загляните на 15 минут, какой-нибудь стрип-бар просто, реально, 15 минут вам хватит.